Я вас поставлю на запись, то, что я буду объяснять новую фонетику. Действительно, вы неплохо справились фонетически с этим текстом. Ну, кстати говоря, у вас полетели носовые звуки. Так, на секунду, пожалуйста, пересматривайте, пересчитайте то, где я объясняла носовые звуки. Что, во-первых, нэ никаких у нас не бывает, да, это либо он, либо он, либо он, либо он. Но, вот, если это он, то он глубокий он, да, вот к этому внимательно. Итак, мы сегодня с вами завершаем вообще все, что касается фонетики, и говорим мы про звук, про межгубные звуки. То, что в английском у вас вот это «в». Но если в английском у вас просто «в», в французском у вас есть либо «в», либо «в». Что я имею в виду? Что вообще вот это за межгубный звук? Он образуется, ну, как вас учили в школе, типа от буквы «у». Ну, такое «у» и «у», и вы так его лениво говорили. Французское «у», я вам напоминаю, оно очень энергичное. Если это «у», так оно прямо «у». И когда вы говорите во французском «да», вы говорите «уи». Вы не говорите «уи», вы говорите «уи». У вас губы реально идут на «уи». То есть то, что в английском считалось скорее минусом, да, потому что там говорят, ну, надо так и натурально говорить, да, то во французском это должно быть очень энергично и очень на этом даже акцентировать свое внимание нужно. То есть это реально «уи». Что дает мне звук «уо»? Дает мне его прежде всего сочетание «у», «у». И после этого «уи» должна идти какая-то гласная. Какая захочу. Вот посмотрите на слово «да», вот у вас будет «уи». Посмотрите на глагол «играть», у вас он уже встречался, глагол «жуэй», у вас там «эй» идет, да? Я напоминаю, что «р» это «и». Какую хотите гласную потом, подставляйте. Самое главное, чтобы переход был в согреме от «у». Это «уи», «жуэй». Но мы сейчас еще будем читать примеры. И этот же звук у вас получается от сочетания «ои». «Ои» это дословно ваша «уа». «Ои» всегда читается как «уа». Вы уже хорошо очень читали до «блуа», почему-то вы так на автомате прекрасно прочитали «блуа». А оно автоматом читается. Да, 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 но это же замечательно. Вот вечер это у нас «суах». Крыши вы мне все правильно прочитали. «Туа», откуда вы знаете, что он «туа», непонятно. Но это же здорово. Вообще из школы. Ну вот он и есть, вот этот вот «уа». Но самое главное, я вам скажу честно, надо мной смеялся муж первые полгода, потому что, когда он говорил, когда ты говоришь слово типа «туа» и «муа», ты говоришь это «туа» и «муа». А вот оно не «туа» и «муа», оно «туа» и «муа». Вот это «уа», «муа», оно очень энергичное. Вот, поэтому, чтобы над вами не смеялись, говорите это сразу. Ну, как-то, когда я училась, нам не дали, ну, просто не дали на это акцента, я, может, тоже забыла, но вот, то есть, мне это пришло из практики, что вот это «уа» или «уа» или «уи», оно реально энергичное. И давайте сразу читать, который вот, пункт первый, видите, который «уи», «уин», «люи». И потом, ну, там, несколько слов. Давайте первые пять слов вы мне прочитаете, каждое. Лен, начни, пожалуйста, прямо вот эти первые, этот «уи». «Уи», «фуин», «luи». Ага, да, 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 c'est хорошо. «Juui», «труей». «Juе», «труей». «Juе», «труей». «Труей», окей, а здесь тоже самое. «Уи», «уи», «фуин», «фуин», «люи», «jue», «труей». Только «е» ты потеряла. «Жуе», «труе», «е» закрытый. «Жуе», «труе». Да, вот это «е» оно более закрытое, да, но на улыбке оно «е». Оно не «е», оно не «е». Да, «труе», «труе». Хорошо. Следующий смотрим в столбики. «Истуар», «возоу», «руа». «Игрек» я вам напоминаю, что это две «и». Да? Угу. Окей, Лена, давай первый столбик. Только «х» не читай. «Ис apologize». «Histoire». «Уа», «ссе», «oiseу». «Уа», «с Суа». «Э», «а., «у» это «о», «о»? «Ро,оу», «нот.» « nepiciones». «Уа», «ау» это «о», «ntр nep Santo». А где здесь вот эта буква УА? Так смотрите, Луайяль. А, мы раскладываем грекарит на УИ. У вас получается вот эта буква. Всё, понятно. ВОЗИННО. Здесь женский род ВОЗИННО. ВОЗИННО. СУА. Хорошо, остановись, Алися. САВАР. КУАР. Чё чё Р Р Р? КУАР. 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 ФУАР. КРАМУАЗ. КРАМУАЗИ. 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 Хорошо, значит, с этим «уа» более-менее всё хорошо. У него действительно, у вас там встретилось слово «куа», у него ещё иногда бывает носовой звук. Вот это всё вместе, вот это «о» и «эн» будет читаться как «уа», на улыбке «уа», «куа». Это же угол. Да-да-да. Вот, всё, он меня смущал всегда. Он «куа», попробуйте его сказать «куа». 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 Да-да-да-да, ну, действительно смешное слово. Вот, но «куа». Хорошо, и вторая буква, второй звук. Он идёт не от «у», а он идёт от «ы». От этого «ы». Я не знаю, когда я объясняю фанатику, я начинаю зевать. Выглядит очень убого. У меня сейчас фанатическая группа ещё по вечерам, в 8 вечера, я начинаю спать. Это кошмар. Значит, вот этот вот «у», это когда вы губы практически уточкой делаете. И после него идёт какой-то любой гласный. Вот, посмотрите, я вам прочитаю два маленьких столбика. «Cuisine», «Produire», «Nuit», «Huitre», «Séduire», «Essuyer», «S'ennuyer», «Appui». Давайте теперь вы, я вам скажу «Cuisine», «Cuisine». «Produire», 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 «Nuit», «Nuit». Нует... Уитр... Да. Уитр... С... С... Седуир... Седуир... Эссуи... Сенуи... 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 Апи... Апуи... 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 Ку... 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 Продюир... Нюи... Уитр... Седуир... Эссуи... Ещё мягче... Эссуи... Сенуи... Апуи... 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 Хорошо... Вот смотрите, сравните разницу, у вас есть слово «да», а есть слово «восемь». Первое – это «уи», а второе – это «уитт». Уи и «уитт». То есть вы, когда говорите этот «уи», вы должны себя прямо птички почувствовать. Скажите мне эти два слова. Уи... Уитт. Хорошо. Уи... Уитт. Второе – ещё мягче, Лен. Уитт. Уитт. Да-да-да, вы прямо реально как птички, как будто вы делаете этот «витт», 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 «витт». А, ну короче, надо эти два слова запомнить и тогда понять разницу между ними. Да? Да. Все понятно. А есть одно от «у», а второе от «ю». Вот она вся разница. Окей. Мы сегодня по грамматике берём с вами... Нам осталось две темы на уровне «2». Господи, в следующий раз уже выпускаетесь с уровня «1», наконец-то. Ага. Будем заниматься чем-то интересным. Тексты нормальные вместе читать. Уже не буду... Я не буду вам давать на вашу утку. Будем вместе все делать. А, будет хорошо. Отлично. Значит, мы сегодня с вами говорим про предлог «de». Вы когда текст читали... Может быть... Да, его там очень много. Да. Что это было такое? Значит, когда это встретилось? Первый раз встретилось. «Или нон мэм па дээ парон а пари». И потом встретилось в «Люксамбург» и у меня есть много студентов, много детей. Чего-то там. А ещё вот это «коммон дээ фамм» «комбиен дэ фамм» «комбиен дэ фамм» Прекрасно. Все время это «дэ». Да, все время это «дэ» и после которого не было артикля. Что же это было? Да, да, да. Значит, первое правило заключается в следующем. Что если вы... Ну, например, я вас прошу. Я вам скажу... Я вам скажу «жэн», а «шьян». У меня есть собака. Если я скажу «нет у меня собаки», заметьте «шьян» с неопределённым артиклем. Неопределённая собака. Ну как, она для меня-то определённая, а вы её первый раз видите. Если я скажу, что «нет у меня собаки», я скажу «жэнэ па дэ шьян». В отрицании неопределённый артикль, только неопределённый, заменяется на предлог «ду». То есть, если я скажу, что «я люблю собак», «жэн», «ле шьян», когда мы имеем в виду «все собак мира», я говорю определённый артикль, да, я скажу «ле шьян». Вот тогда, если я скажу, что «я не люблю собак», я скажу «жэнэм па лэ шьян». Здесь ничего не изменится. То есть, только когда у нас неопределённый предмет, мы заменяем в вопросе «дэ». Ой, в отрицании «дэ». «Дэ». «Дэ», я напомню, что «дэ» – это «дэ», а «дэ» – это «дэ». Говорите правильно. Да. И сразу же, сразу же открывайте 144-ю страницу. Делаем номер четыре «а». Лен, начинай. «По́л нэ а па дэ брики». «По́л нэ а па дэ брики». «Окей». «На па дэ пи». «Есё?» «А, уже?» «Жэ, пардон. «Жэ дэ вэтмон шот». ». «Жэ. Это у нас множительное число. Лен, артикл проще неопределённый. А «жэ не па дэ вэтмон шот». «Я не па дэ вэтмон шоу», только, когда начинаем шоу». А вот тут будет даже во множенном числе просто «de»? Неопределённый артикль «любой» заменяется на «de» в отрицании. «Ил не шет па дэ сигарет». «Ил не шет па дэ сигарет», да. «Ил не фон па дэ прогрэс». Ещё раз чётче произнеси. «Ил не фон па дэ дэ». Так, закрытый слог. «Дэ», маленькое слово из двух букв, это «дэ». Так, я вас здесь не поняла. У нас «дэ» в множенном числе – это неопределённый артикль. «Дэ» – это неопределённый артикль. Да. Всё, тогда понятно. «Ил не фон па дэ прогрэс». Почему «дэ» – это неопределённый артикль, артикль вообще уходит. Появляется просто предлог «дэ». «Дэ», это я неправильно произнесла. Я имела в виду просто «дэ» и «дэ». «Ил не фон па дэ прогрэс». «Я не фон па дэ не фон па…» Так он не мэ поз, зэ не глушай. «Я не фон па». «Я не фон па дэ дэ чсёон». Замечательно. вы делаем. Сразу ставьте в отрицание. Elle н'aime pas de parfums. Смотри, артикль изначально был определенный. Потому что она в принципе не любит духи. Elle н'aime pas les parfums. Les parfums, да. Je н'aime pas de кровать bleue. Je n'aime pas de кровать bleue, да. Je не fais pas de faut dans ces exercices. Je n'apprends pas Je n'apprends, je n'apprends pas. Je n'apprends pas de langue française. Française. Française, нет. Смотри, у тебя есть определенный артикль. И определенный, ни на что не меняется. Ah, да. Je n'apprends pas la langue française. La langue française, да. Nous nous не cherchons pas de secrétaire. Secrétaire, да. Donc, nous ne cherchons pas la chino-presence. Non, non. Je n'ouvre pas je n'ouvre pas je n'ouvre pas la fenêtre. Je n'ouvre pas la fenêtre, ok. Robert n'a pas de soeur. Il ne il ne crève il ne crève pas de dicter. Elle n'allume pas la lampe. Nous n'avons pas de illusion. D'illusion. Nous n'avons pas d'illusion. Elle n'est fait pas de progrès. De progrès. Progrès. Ils ne font pas de progrès. Progrès cet été. Pour cet été. Pour cet été. Ok, хорошо. Il ne m'est pas de n'est prête pas de livre. Prête et d'alživation. me prête pas de livre. D'alživation. 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 carte de faus. Oui. Мне непонятно, почему. Да? Ты говоришь, да, у меня есть карта Франции. А, и это тогда сделает её определённой. Почему? У меня есть какая-то карта Франции. Я же не знаю, какая у тебя там карта. Oui. Что-то у меня. Да. просто я имею. Во мне нет карты Франции. я имею. А, je vais. А. Je suis. Это я есть карта Франции, а я имею. Да, ё-моё. Je vais. Иметь. Je vais. это сюда. je vais? Куда я иду? Вы что, глагол avoir забыли? Иметь. А, а, да. Je... Je vais. Да, je. Je. I, точно. Je... Je... L. Меняю на D. Je... D. Я запуталась. Je vais. Je vais. Все хорошо. Вот, посмотрите, у меня есть собака. Je vais. 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 А в чем смысл этого предложения? Этого упражнения? Подожди. Доделай его до конца. Значит, ты сказала, j'ai une carte de France. А теперь скажи, нет у меня карты france. А, все, теперь понятно. Je n'ai pas de carte de France. Это замечательно. Je n'ai pas de carte de France. Все, теперь дошло. Je m'aime le banan. Je n'aime pas le banan. Le banan. Le banan. Un. Хорошо, да. Cœur de France lundi. Cours de France. Je n'ai pas de carte de France lundi. Donc, сначала, хотели, чтобы tu сказала, у меня есть. Ah, я уже сказал. Ah, j'ai un cours de France. J'ai un. 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 J'ai encore cours de France lundi. De français. Le français lundi. Je n'ai pas de cours de français lundi. Oui, 16 élèves étudiaient le français. Donc, 16 élèves étudiaient le français. 16 élèves n'étudiaient pas le français. Le français, ok. Так, ваш брат. Ah, у вашего брата есть дети? Oui. Mon frère a des enfants. Ah, des enfants. Ah, des enfants. Так, неопределенный. Moi frère n'a pas n'a pas n'a un. Non, mette. Il n'a pas. Ah, Il n'a pas d'enfant. D'enfant, d'enfant. D'enfant. Oui, nous écoutons la radio le matin. Le matin. Le matin. Nous n'écoutons pas la radio le matin. Oui, moi, ma soeur des amis ne поедet к своим друзьям en Parij. Est-ce il n'y a des amis à Parij? Non, mon ma soeur n'a pas de amis à Parij. Il n'y a pas d'amis à Parij. Отлично. Il n'y a pas. Oui, nous posons des questions à notre professeur. Nous ne posons pas de questions à notre professeur. Donc, nous ne posons pas de questions. On a oué n'y a toutes questions. Questions. Oui, je regarde la télévision chaque jour. Je ne regarde pas la télévision chaque jour. La télévision chaque jour. Nous écrivons nous écrivons en dictée demain. Nous n'écrivons pas deux d'écrivons demain. d'écrivons d'écrivons a Я отвечала, что да, я смотрю телевизор. А Лена отвечала, да, мы смотрим телевизор. Без разницы? Yes. Вы, даже может быть, как вы. Как обращение на вы. Лена просто решила, что не обращается как коммун. В группе людей. Да, поняла. Абсолютно, да, это неважно. Хорошо, с этим вот отрицанием понятно. Понятно, почему теперь у вас в тексте была фраза «il n'a pas deux parents à Paris». Ну да, теперь да. Замечательно. Идём дальше. Это же правило встретится вам тогда, когда у вас будет какое-то количество. Когда вы говорите, я хочу, вот, передо мной бутылка вина. Я скажу, что «il y a une bouteille de vin». Потому что бутылка вина – это какое-то количество. Вы для меня группа студентов. Значит, вы êtes un groupe d'étudiants. Потому что я вас меряю группами. Вы, как бы, вы это исчисляемы. Да, я могу сказать, что у меня три человека в группе. Но я меряю вас, как бы, как вино я меряю бутылками своих учеников, я меряю группами. Там, не знаю, банально, мешок картошки. Un sac de pomme de terre. Вот это тоже оно. Учебники вам так далеко не дают. Вам дают просто выучить четыре наречия количественные. Это beaucoup de, assez de, trop de и peu de. Боку много, assez достаточно, trop слишком много, peu недостаточно. Но я вам хочу сказать, что на самом деле это правило развивается куда больше. Какое-то количество, килограмм картошки, пакет молока, бутылка вина. Вот это всё будет после себя опускать артикль и просто ставить предлог de. У вас встречался вопрос «combien de?» – это тоже отсюда. Сколько? Вы что-то исчисляете, у вас нет артикля и есть предлог de. И мы с вами сразу делаем 145-ю страницу, 5-й b, который «мало картин». Слушаем? Да. Прекрасно. Ча, там была очередь? Моя. Давай. Переведите. А, мало. Так, сейчас. А как там было? Мало. П. А, вижу. Пё, дэ. Пё, дэ. Дэ зимаж. А, дэ имаж. Пё, димаж. Пё, димаж. Пё, димаж. Почему димаж? А, сливаем. Пё, ди... Пё, дэ... Статьи. Так, Лена. Пё, дэ... Статьи, не помню. Артикль. Пё, дэ артикль. А, артикль. Пё, дэ... Артикль. Пё, дэ артикль, окей. Так, новости у нас есть в новом тексте. Пё, дэ... Пё, дэ... Дэ, дэ новэл. Пё, дэ новэл, а сливаем. Пё, дэ мобл. Мобл, да. Мобл. 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 Ящиков я не в курсе, ящик это тироуар, ага, достаточно, ага, assez слишком много. Ветмау, да, пардон. Хорошо, замечательно. Вот оно такое правило, совершенно несложное. Вы замечательно разобрались с комбиям, прямо все, я даже поэтому не буду на этом останавливаться, просто супер. И мы с вами поэтому сегодня читаем 16-й текст, и в следующий раз мы берём только одно грамматическое правило, и остальное мы обобщаем. В следующий раз приготовьте, пролистайте все 16 уроков, и вообще подумайте, что вы запомнили за эти два месяца. И будут контрольные потом, да? Контрольные я вам дам как домашняя работа. Я в следующий раз могу только слушать. Ну, хорошо, в принципе, да. Но вопросы всё равно готовь, если какие-то есть. То есть начинайте в следующий раз вообще всё уже читать и перечитывать. Потом, если захотите, я могу вам дать неделю каникул, если захотите, или хотя бы одно занятие, чтобы вы готовите. Ну, да, потому что я бы, я начала учить, ну, на самом деле, наизусть эти уроки, но это, конечно, колоссальное количество времени. Ну, вот смотрите, я могу, например, да, там вам дать одно занятие, или неделю прям, как хотите, это вот ваше будет. Вот я бы взяла, я бы взяла неделю. Я не против, то, что надо наверстать, то, что я не доучила в Минске. Да, ну, вот смотрите, я абсолютно не против, вот я редко даю такие недели, но здесь вы реально заканчиваете очень большой кусок с огромным количеством материала. То есть потом вас такого не будет, вас потом всё будет достаточно плавненько идти. А вот здесь я как раз за то, чтобы надо давать вам неделю. Окей, 150-я страница, давайте-ка мы с вами прочтём замечательный текст про Робера Буасси. Ну, давайте. Так, поехали, Лена, начинай читать. Робер Буасси, 28 лет. 28 лет. 28 лет. 28 лет. 28 лет. Он журналист на радио-теле-Люксембург. Урналист на радио-теле-Люксембург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, Роберту 28 лет. Он журналист на радио РТЛ. Радио Телелуксембург. Он готовит репортажи для рубрики новости культуры. Он много работает каждое утро. Он посещает собрания. Присутствует на собрании вместе со всеми репортерами и журналистами. Ну, вместе с другими журналистами, да. Вместе с другими, ага. На этом... Так, собрании... Нет, здесь вот... Собрание, район, это собрание, да-да-да. Конференция, собрание, получается, одно и то же? Ну, конференция, конференция еще может быть как лекция, но здесь имеется в виду... Здесь и здесь это синоним. Здесь конференция, район, это собрание, конференция, это вообще-то как лекция. Конференция, лекция. На этом собрании он узнает о будущем репортажа. Ну, он узнает, где он будет делать, да, свои репортажи. Ага, да-да, что мы читали? Ага, да-да, что мы читали? Читая дальше. Он assistит... Су-вы... Су-вот... 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 А до репетит... ...си-о... ...де... ...де... ...сpectакл и деконц... ...концерт. Продолжение следует... 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 M. Robert le trouve... 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 M. Robert le fourth... M. Robert le trouve... M. Robert le unreasonable... И держать зрителя в напряжении, в курсе культурной жизни страны. Замечательно. Скажите, где работают Роберт Боиси? Роберт Боиси работает как журналист. Роберт как журналист. — Д'accord. Et pour quelle rubrique travaille-t-il ? — «Rubrique », « Travail », « Nouvelle de culture ». — « Nouvelle de culture », très bien. Eliana, dis-moi s'il te plaît, est-ce qu'il travaille peu ? — Non, il ne travaille pas peu. Il travaille beaucoup toujours. — Il travaille toujours beaucoup ? — Il travaille toujours beaucoup. — Il travaille toujours beaucoup. Et qu'est-ce qu'il fait ? — Il assiste souvent à des répétitions de spectacles. Et il prend des interviews de beaucoup de gens. — Ah, donc tu dois prendre des interviews à quelqu'un. Il prend des interviews à beaucoup de gens. — À beaucoup de gens. — À beaucoup de gens. OK, très bien. Et est-ce que c'est Robert qui lit ses articles au micro ? — Ah, non. Est-ce que c'est Robert qui lit ses articles au micro ? — Non. Est-ce que… — Non. Est-ce que… и микро, «le speaker». Только что-то как открывать фраза. «Le speaker читает его статье». «Le speaker али его ses articles». «Сезартикл». «Сезартикл». «Окей, трейбен». «Еммм...» «Еммм...» «Емм...» 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 «Ем...» 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 Потому что я много работаю. Потому что я много работаю. Отлично! Вот вы мне дома как раз будете рассказывать, по-моему, про свои профессии. Хотя, я не помню, давай там это или нет? Нет, там текст 16. А, там просто надо выучить. А, да, это про свою профессию, это вы мне в контрольную рассказываете, точно. Это у вас импровизация в контрольной работе. Да, в следующий раз мне просто рассказывать этот текст. Ну и готовьтесь к своей вопросу, да. Так что подумайте, мы делаем такое обобщающее занятие по всем этим месяцам. Окей, ну всё, тогда до четверга. Да, merci. Salut, salut!